приветствую вас хотя я думаю более корректно было бы сказать наверно намасте глаза будут за вами наблюдают ну и поговорим про историю украины этом это более интересно вот как вы считаете в свете новых решений скажем в свете тех событий которые происходили происходит сейчас в украине будет происходить богатан хмельницкий его теперь как надо считать героем или антигероем вот подумайте сами ведь фактически богатан хмельницкий лишил украинский народ европейского мира дивится что сделал богатан хмельницкий он фактически украинский народ украинскую спальню вирвав с европейской спальняти и отдал на порогание московскому царю азиачим навещо навещо он это сделал навещо была потребна цепи ясновская рада сами подумайте еще украинцы отрывали то что они стали рабами московского царя ничего взагал ничего вот смотрите что произошло во первых на сегодняшний момент очень многие спорты где оригинальный текст при ясновской рады его нет из копии мало того все что обещал московский царь алексей михаевич все ничего не исполнил ничего все набрал все не исполнил он обещал льготы он обещал соответственно экономическую самостоятельность он обещал экономический ничего все отменили он что сделал правильно прислал войска купил города украинские обращаю поставил боевод который взятки брали грабили вот 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 что получился куринский народ от вхождения состав уже московского царства хотя первоначально предполагалось что это у нее это союз что есть отдельно украина да это называлось русское княжество или русское царство есть соответственно московское царство но все отменил возникает зачем зачем это было делать обсудите сам украинцы жили в речи посполитой то время речь посполит это крупнейший европейскую союз европейский патриарх мало того по тем временам это демократическое старство вы же не забывайте что короля избирать избирали московского царя вы сами знаете ставили точнее по родству причем это был быть самодур идиот кретин тиран но он родился царем ну вспомните иоанна грозного сумасшедший человек убил кучу людей но царь федор иоаннович слабоумный человек больной царь глупость величайшая глупость но эта глупость характерна для московского царства и в это московское царство стремился обратно вниз к абсурд абсурд то время когда речи посполите действительно царя избирали то избирала шляхты не весь народ на это в средние века это считалось ну довольно прогрессивно вы же не забывайте что в средние века избрание царя или короля это императора это супер демократии смотрим дальше как бы там ни было но речь посполита это было развито по тем временам экономически развитого садарства да действительно торговала продуктное питание но бизнес есть бизнес да действительно с той же украины продукт питания поступали в европу бизнес есть бизнес но обращаю ваше внимание до богдана хмельницкого киев имел магдебургское право имел уже магдебургское право это был торговый город большой торговый город который жил по европейским законам торговал по европейским там были кварталы иностранных рубцов да да ну что киев чернигов был да умань каменец бар бердыч понимаете была масса городов которые развивались где был и соответственно и торговля где действительно торговали продуктами питания на экспорт где были и ремесла да потому промышленность промышленность средних веков понятно дело что она отличается но она была мало что называть инвестиции заходили в украину прямо по этому слову вы же не забывайте что эти города развивали создавали новый обращаю ваше внимание богдан хмельницкий имел шикарное европейское образование шикарное а вот его дети уже образование имели внуки тем более права накида уже все потому что пока это была европа да можно было действительно учиться я знаю что учились как бы дети только богатых родителей да это или богатые крестьяне или действительно дети шляхты знаю но когда украина вошла в состав московского царства даже дети дворян учиться не были не облучены среди не было потому что было московском царстве мракобесия православия где все запрещали все все считалось плохо анафема все плохо все запрещали понимаете получилось вот так менинский вместо нормального образованной цивилизованной просвещенной европы поменял на дикую азию это дикая не путайте это именно дикая да украина это азия не спорю часть если бы он действительно хотел оставить аферить пожалуйста есть османское порт тем более действительно так понимаю он хотел подойти под протекторат османское порт это было бы на порядок лучше чем переслевская рада вот судите сами смотрите болгария была в составе османская империя была протекторат вассал теперь член евросоюза румыния была член евросоюза венгрия даже было член евросоюза дальше дальше греции член евросоюза вот сейчас сербище прям у тебя носу хорватия то есть как видите вассалы вассалы османской перед члены а украину даже рассматривать не хотят почему вспоминает каш вы извините европу вы вассал московского царя туда туда видите что получилось что фактически богдан хмельницкий из нормальной европейской страны сделал непонятно что теперь действительно приходится доказывать европе нет мы европу мы можем быть членами в суд за абсурд нет не можете был московские земли понимаете что произошло теперь возникает вопрос зачем это сделать помните видео рассказывал фактически что произошло до то время ну как бы скажем так шляхта могла сделать карьеру крака и варшаве киеве минске в вильнюсе и делал но как всегда бывает кто-то делал карьеру кто-то выпадал с карьеры и вот я так понимаю на украине собралась к кучка ну скажем изгоев шляхты которую порядок снять выбросили кто с варшавы кто с вильнюса кто с киева это не собрались возле богдана хмельницкая подняли да самое интересное что видел по законам речи посполитой разрешалось действительно от восстания против края разрешалось представляете они имели право право на свое мнение московский царь за это на плаху а речь посполитно позволял ее не подняли но вместо того чтобы вовремя остановиться договориться заключить соглашение прекратить эти амбиции они чего мне не придумали как из европейской страны сделать дико азиальщины и тем самым погибить историю украины и историю украинского народа что б там не говорили но приясневская рада однозначно забрала в украинского народа его европейский выбор однозначно фактично получилось что приясневская рада откинула украинский народ туди и теперь можем святкувать можем не святкувать но факт остается фактом что украина дейсно могла быть европейским я так понимаю чтобы не было все безглузды приясневской рады и восстание богдан хмельницкого сейчас бы украина как складного частина польши стала членом евросоюза а так ніяк або стала членом евросоюза как европейская страна которая была в складе речи посполитых что тоже невероятно например Болгария Румуния або например берем та же Словачина або Чехия вот это из всего реально но так скалалось что нияк и теперь дейсно украина втратила свой европейский шанс очень прикольно а вы как вважаете дейсно богдан хмельницкий правильно сделал что стал вассалом московского царя как вы считаете правильно сделал богдан хмельницкий что стал вассалом московского царя который ну скажем выбор самый ужасно сам ужасно дико дико азиатчина с бракобесием православия и отказался от европейского нормального цивилизованного польского короля голосование там тоже проголосу я думаю это будет полезно ну и заодно скажите ваше мнение в любом случае исходя с того что сейчас читаешь видишь смотришь если посмотреть сколько сейчас украинцев стремится получить карту поляк вывод только один да действительно по одному низко ошибся в крайнем случае надо было хотя бы стать вассалом османской империи это было бы лучше чем вассалом даже не вассалом а рабом московского царя вот видите что получилось